Привет! Меня зовут Катя, вы на моем канале о ремонте. Я вместе с вами учусь делать ремонт, учусь экономить и рассматриваю различные лайфхаки, которые помогают мне в этом. Сегодня очень сложный ролик у нас, сложная работа предстоит. Блин, это круто будет! Я снимала видео, где я красила валиком стену. Сегодня мы будем красить потолок с помощью машинного нанесения и поможет мне в этом аппарат от фирмы Грака. Не переключайтесь, будет очень пыльно, очень грязно и очень интересно. Гараж. Вот наш потолок. Для начала мы сейчас все это укроем пленкой, чтобы мне здесь не испачкать ничего. С потолком мы сделаем что-нибудь лактовое. Прям вот как есть, возьму и все покрашу. Фишка всего этого ремонта сегодня, она будет заключаться в том, что это быстро. Углубления, которые между плит, я их оставлю. То есть это будет такой лактовый стиль. Мы закрасим потом краской это все в сером цвете. И в принципе сделаем такую имитацию этих же бетонных плит, только оно будет более все чистое и эстетично. Для начала проведем подготовительные работы и избавимся от того, что здесь лишнее, а это именно вот этот цемент, который выходит из плит. Ну а дальше же приступим к запениванию. Ты слышал это? У меня это сыпется перхоть из-за цемента. Пенить мы будем вот тот угол. Там самые большие дырочки. Начинаем. Это пена Харди Проф. Очень классная пена, произведена в компании Абцифарбан. Я довольна этим продуктом. Покажу вам сегодня, как она в работе. У этой пены выход 65 плюс литров. Достаточно много. И она очень тяжелая. Я уже как-то рассказывала, как определять действительно хорошую качественную пену от разных подделок. Попробуйте этот баллон поднять на вес. Баллон должен быть очень тяжелый. Очень часто мы встречаем пустые баллоны. Они легкие. И пены там очень мало. Что еще очень классно в этой пене? Она оснащена незалипающим клапаном. Вот это, наверное, основной такой очень важный ее плюс. В отличие от всех остальных конкурентов, которые представлены на рынке, здесь действительно не китайский, а оригинальный, очень качественный, незалипающий клапан. Имеет низкое ваторичное расширение. Что хочется отметить по работе с пеной? Первое, это то, что обязательно нужно поверхность смочить водой перед тем, как вы начнете пену. Для того, чтобы увеличить адгезию пены к подложке. Ну и тем самым вы, естественно, уберете пыль. Смачивать водой мы будем просто из обычной пешекулки, которая подходит для опрыскивания цветов. Пистолет я взяла самый дешевый, который только может быть. Это фирма Петрович. Отличный вариант, цены, качество. Она много раз хватает в работе. В принципе, достаточно хороший пистолет. Снимаем колпачок. И накручиваем на пистолет нашу пену. Ну и давайте поделимся лайфхаками, которые знаю я. Тот момент, когда компания выводила ассортимент себе пены Харди. Я участвовала в этом проекте, очень был масштабный. К нам приезжали ребята, профессиональные оконщики, которые рассказывали маленькие хитрости. Так вот, я могу с вами ими поделиться. Первое. Зачем мы увлажняем поверхность, на которую в дальнейшем мы наносим пену? Чтобы пена имела крепкую адгезию к подложке. Любой человек, который работал хотя бы раз с пеной, скажет вам, что на пыль пена не липнет. Это действительно так. Влажность должна быть более 60%. Если в комнате сухой воздух, то в пене образуются, можно сказать, ракушки. Это вот эти вот большие дырки. И тогда говорят о том, что структура пены очень плохая и пена очень пористая. Так вот, даже с хорошей пеной такое может произойти, если вы неправильно ее нанесете. Баллон мы держим как в бытовой пене, так и в профессиональной верх ногами. И самое главное, обязательно очень хорошо нужно баллон с пеной встряхивать перед тем, как начать работу. И такой же у меня очиститель пены, который мы будем очищать. Пену с одежды. И с других предметов, которые я испачкаю. А зная себя, я испачкаю сегодня все. Это 100%. Пену лучше всего убирать, если она на теле, то может прям мокрую с помощью очистителя. Только обязательно потом смойте водой. А если она где-то на пол упала, то лучше подождите, пока она высохнет. Просто ее снимите и уже потом пятно это замойте очистителем для пены. Одежду тоже можно спасти с помощью этого очистителя. Просто наносите на одежду очиститель, и он смывает все остатки пены. Именно этот очиститель, он не имеет такого резкого запаха, как и другие аналоги на рынке. А это все из-за того, что у него в составе там кое-что есть. Но самое главное, что нету этого неприятного запаха, и голова болеть не будет. Мы берем пленку укрытную и скотч малярный. Мне понадобился почти целый день для того, чтобы все укрыть и замотать, и спрятать. Потому что вот этот аппарат творит что-то нечто. Вы сейчас все увидите и убедитесь. Это аппарат для машинного нанесения фирмы Грака, Марк 7. Мне понадобится специальный костюм. Можно даже подумать, что будет красить кто-то не я, но это буду я. И что хочу сказать про Грака. Я бы могла рассказать вам все нюансы работы с ним, как каждая деталь называется, как что делать. Но это очень долго, и я не буду повторять работу моих друзей. Это Рома из Уверхол. Он снимал целых три выпуска, где рассказывал полностью все детали, как с ним работать, как его промывать. Все нюансы работы с Граком рассказывал, показывал, учил, и это все очень понятно. Ссылочка внизу. Заходим на Оверхол, подписываемся и находим видео про Грака, если вам интересно посмотреть, что же это за аппарат. Вообще, сегодня мы будем работать, как вы поняли, с Форбитексом Профи. Я долго думала, какую выбрать грунтовку. Вроде бы потолок, вроде ничего сложного. По сути, сбрызни водой, бери пену и крась. Адгезия будет к бетонной плите хорошая. Но я подумала о том, что все-таки гараж – это не дом. Там нет отопления, там холодно зимой. В гараже нужно красить грунтовку, которая имеет антисептические добавки. А зная эту грунтовку, Форбитекс Профи, в ней их так много, что никакого грибка со временем через 5 лет, через 10 не появится. Блин, ну, наверное, процентов 50-10 них антисептиков. И вам то же самое советую. Красите гараж, сарай, подвал, погреб. Купите лучше грунтовку с антисептиком. Нанесли грунтовку. Прошел где-то час. Она высохла полностью, все прекрасно. Теперь начинаем наносить краску. Краску берем мойку, и я буду ее колеровать. Клоранты на Тициан Микс. Очень концентрированные классные колеры. Понадобится мне черный и цвет охра. Краску я выбрала вот такого хорошего щенка. Форбитекс Профи. Моющаяся краска. Хит-продаж в компании Бацифарбен. Кипельно-белая за счет диоксида титана очень высокого качества. Быстро сохнет, легко наносится, не полосит. В общем, все как надо. Почему я взяла моющуюся? Ну, вот так решила. Знаю, что моющаяся – это еще более качественная, чем обычная потолочная краска. Это нормально. Так можно. Просто мойка будет немного дороже, чем потолочная. Продолжение следует... Получился такой лофтовый вариант у нас. Он не совсем белый, я бы сказала, бело-серый, но классно, получилось здорово. На этом я решила не останавливаться. Мы нанесем финишным слоем фактурную краску и придадим уже нашему покрытию фактуру. Оставайтесь с нами, следите за новыми выпусками и обязательно подписывайтесь на мой канал. А я пошла отдыхать, потому что я ужасно устала. Люблю, целую, обнимаю. Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...